Какие условия участия в программе? Во-первых, на специальной странице, на которую вы можете попасть, и те партнеры, которые вас пригласили на этот вебинар, они вам дадут ссылку на страницу. Или же вы уже ознакомились с данной страницей. В свободном доступе вы можете скачать основной договор и договор поручения. Это два основных этих договора, которые нужно будет скачать, заполнить, подписать и отправить нам. На каждый земельный участок отдельный пакет договоров, из этих двух договоров, трех экземпляров. Кроме подписанных договоров, вы вносите еще залог, тысячу гривен залога по каждому участку отдельно. Зачем залог? Вопрос этот часто возникает. Мы тестировали программу, много людей в нее вошли, это был пилотный проект на полтора года. Перед тем, как запускать 50 на 50, мы запускали более жесткую форму нашей программы. И в нее зашли около пяти тысяч людей. Но когда первые триста человек уже получили решение, и мы потратили силы, энергии, средства, и оказалось, что из этих триста человек, реально существующих и готовых завершать процесс, аж целых 17, с остальными возникли разные трудности. Кто-то пропал со связи, кто-то сказал, что вообще не подписывал данный договор, и так далее, и так далее. И там целый перечень из многих пунктов. То есть, оказалось, что люди, не принимая осознанного решения, или вообще его не принимая, тем самым создали нам массу затрат и хлопот. Таким образом, появился залог, который, в первую очередь, идентифицирует вас. То есть, вы при оплате, или через банкинг, или через кассу, или лично, когда вы приезжаете, вы себя идентифицируете, мы видим, что вы реальный человек. Во-вторых, вы принимаете осознанные решения. Поскольку вы, внося залог, вы решение приняли, и залог осознанно вносите. Этот залог подлежит возврату, вы его в любой момент можете вернуть. Это не оплата нашей работы, это гарантия того, что мы, когда доведем процесс, мы, так как и вы, увидите, завершим процесс, и сможем, каждый из нас, заработать те деньги, на которые рассчитываем. Далее. Здесь больше рекомендационный характер имеет при регистрации выбор желаемого региона, поскольку, по большому счету, вам все равно, в каком регионе мы будем реализовывать землю, мы ее будем реализовывать в тех областях и в тех регионах, в тех населенных пунктах, которые согласованы с покупателями. Это более 100 бизнесменов, украинских, это не иностранцы, это средний класс бизнеса, которые готовы вкладывать, инвестировать деньги в землю. То есть, простыми словами, олигархи, в принципе, им не дают возможность развернуться, потому что они с властью договариваются и сгребают эту землю своими путями. А вот средний бизнес с удовольствием обратился к нам в большом количестве. И, собственно говоря, так и родилась программа. Бизнес средний, который по европейским меркам средний, по нашему, наверное, это уже большой, обратился, зная наши результаты, что сделайте нам большой такой проект, где вы сможете реализовать для десятков тысяч людей землю, а мы готовы ее купить. Если такие люди есть, мы готовы купить, вложить в это деньги. Ну и, собственно говоря, рекомендация по населенному пункту при регистрации больше нужна нам для того, чтобы мы понимали, готовы ли вы выезжать в любой населенный пункт, когда мы будем оформлять право собственничества и продавать уже этот участок. Или же у вас есть какие-то причины, здоровье, какие-то убеждения, что вы дальше какого-то региона выехать не можете. Если вам все равно ничего в эту графу не вносите, желаемый регион. Если вам вот радикально принципиально вносите, мы тогда будем ориентироваться и делать какие-то уже поправки на это. Но при этом всем вам все равно, где мы реализуем ваше право на землю. Вас будет интересовать только то, чтобы она стоила те деньги, которые прописаны в договорах. В договоре прописаны минимальные суммы за каждую сотку.